Вот, приветствую вас, друзья! Столько братьев здесь. Вот так приятно посмотреть. Хорошо, когда такие собрания проходят. Друзья, один стих, и тот даже не полностью, хотелось бы прочитать. Это книга вторая про Ликвиденон. 16 глава, 9 стих. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Знаете, вот Слово Божие там начнешь читать, там много примеров этих, чье сердце вполне предано. Но когда мы на деле встречаемся с этими сердцами, которое вполне предано, которое для нас открыто, здесь уже действительно, вы знаете, человека трудно убеждать, человеку надо самому убедиться. И когда человек убеждается, да, уже это является для него истиной. Много находится еще в этих местах, да не только, я имею в виду, преступники, которые даже не слышали о том, что они могут быть когда-то прощены. оно, когда они узнают, что они могут быть прощены, что они могут быть помилованы, или это принимается верою. Друзья, знаете, жизнь меняется у человека сразу. Жизнь меняется в такую сторону, да, у него слезы выходят, да, и сама администрация, сама администрация говорит, что мы им сказали, что вы такое можете говорить. Мы проехали много колоний в этой экспедиции. Меня зовут Александр, я сейчас приехал с Московской области. У нас там есть город такой, Старая Купавна, где есть у нас сейчас репцентр такой. Он относится к церкви на Лосинке, которая является кардинаром от бюременного служения по всей России. Вот это, она и, эта церковь, и занималась этим вот в Евангелии запрещенном в России экспедиции. И вы знаете, вот эти вот сердца, которые вполне преданы Господу, Он всегда найдет Господа. Неужели Он, даже тех, которые не вполне преданы, да? Но Он их тоже. Вот тоже, слон тоже нужен. И вот, друзья, знаете что, вот в один прекрасный момент Господь знает, как свое слово. Вы знаете, все прекрасно, что вы когда-то кто-то услышал это слово, принял его. Ну, вера от слышания, а слышать от слова Божьего. Вот знаете, одному, вот сейчас, брат свидетельству, четыре года, слава Богу, в тюрьму посадили, четыре года понадобилось ему. Другому 14 лет, Игорь, вот этому вот, Денину, который является пасхом. Он также приезжал к нам в зону, приезжал с братом, вот и с Борисом приезжал, и, знаете, приезжал в Виле, там, в Штаймон. Я также выходил, когда находился в зоне, выходил к ним, знаете, так и вот, просто мысленно, ну, думаю, ладно, я из Германии приехал, он с какой-то целью, может, приехал, или там, ну, какие-то видео он имеет, ну, этот-то вроде свой, руки синие, когда начинают рассказывать, у него шесть детей, ну, понимаете, и, а человек, когда правду говорит, истину говорит, она принимается, и принимается так, что, если бы он фальшивил что-то, там, сразу понял его, но он не фальшивит, а знаете, почему не может фальшивить, потому что, он говорит не о себе, он не говорит, что он такой стал, он говорит о том, кто его сделал, таких, я задавался вопросом, думаю, ну, у него там удачно получилось, хорошо, а кому, думаю, я нужен, ног нету, внутри все это аспы, чахотки, эти все эти желудки, ни сердца, никакого, вы знаете, оказался нужен, 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 о Господе, знаете, есть салон такой, двадцать шестой, если даже мать с отцом оставит, я не остался, правильно, я не оставлю, друзья, я тоже, вот это, так легкой жизни, начал искать, да, с детства, работать, никто меня не приучал, работать не хотелось, знаете, это легкая жизнь, и приводит, сверху, одна судимость, эта тюремная романтика, она так захлестнула меня, что она, знаете, вторая, третья, я уже и не боялся тюрьмы, испугать было очень тяжело меня, и вот с этими только злоба какая-то, росла и росла, а знаете, почему злоба, и вот это ожесточение сердца, росло только из-за того, что я даже не знал о том, что могу я быть помилован, могу ли я быть когда-то прощен, освобождаюсь сражает, освобождаюсь сражает, не получается, решил сам уйти в побег, в этот, знаете, подбег организовали, опять же такой, знаете, потому что жизнь я не хотел менять, я не хотел так же жить, свое удовольствие, ну, побег пресекли к нам, вот моего подельника застрелили, я вот сколько, мне оторвало гранаты ноги, как она, она у меня выпала из руки, и взорвалась у меня под ногами, ну, и там, оперативник, который стрелял, когда прокурор к нам зашел, на переговоры, да, получилось так, что прокурор убегал, когда его перепутал со мной по оперативе, и застрелил еще и прокурор, ну, меня за это все, увидели, что я живой остался, да, высшую меру наказания, расстрел, дали расстрел мне, знаете, принесли, то в камеру бросили, да, без ногу уже, я, знаете, брат у меня был, оставался еще на свободе, я знаю, беседивист, и сестра, но я не знал, она живая, не живая, потому что переписки нету, не было уже никакой, а так, родителей уже не было, похоронил давно, и то, когда я сидел еще, я, я, знаете, действительно не знал я, что могу быть прощен, и вот такие вот сердца, чьи предок, вот он рассказывает, любовь, Алекхиновна, и Великова, да, может такие вот, у которых сердца горели, вполне преданно, которым Господь говорит, идите к своим, расскажите, ну их, может, туда не пустили, но Евангелие, начальник решил, пообещал раздать, и вы знаете, кормушечка открывается, она у нас три раза открывалась, всего в день, завтрак, обед, ужин, да, а здесь вот открывается, и вот я с собой, вот, это от Евангелия, Новый Заветик, друзья, так это он дает, кормушечка говорит, нате, замаливайте свои грехи, ну это было сказано, с Роней, такой, знаете, он такой, был, жёсткий такой начальник, с Ироней, так скажем, да, ну Господь даже и через его руки дает свое слово, давай, мы тянем, нас двое сидело, Сергея потом правда расстреляли, и вот я взял этот Новый Завет, открыл его наугад, а было плохое тоже состояние, уже тут и задыхаться стал сильно, наверное, знаете, злоба еще сильнее и сильнее, не от, сколько от болезней, сколько я от своей злости задыхался, друзья, ну вот подползнулся, дайте таблеточку, попрошу, они говорят, ну какие таблетки там, на бойне там, коров-то, никто не лечит их, так же и так, ну какие таблетки, и такая вот злоба, думаю, ну ладно, и вот Евангелие так открыл наугад, и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом законы пророки, все знают, все знакомы эти слова, да, на горной проповеди, да, Господь сказал, да, вот это началось, вот этот вот, видно, процесс пошел во мне, начал читать, сперва интересные места, которые понятны, принимал хорошо, потом попадались такие места, что понятные, но не принять не мог их, люби ворового, как я могу ворового любить, они мне палкой бьют, а их любить должен, вот это непонятно, понятно-понятно-понятно-то написано, а вот принять ее, знаете, прощать, как я могу простить, ничего себе, столько он мне сделал злобы, конечно, не прощу, и мои, и первые молитвы, вот я тогда вспоминал, да, о Господи, наторви ему ноги, так же, вот как у меня, о Господи, ну, я задыхаю, ну, пускай он задохнется, не донит, или кажется, жалеет, а я еще сильнее задыхался от этого, ну, я же не мог понять, у меня был учитель один, новый жаль, Господь, там не было никого, я, знаете, раз за разом, год прошел, второй, там, ну, меня уже утвердили, я, знаете, начал потихонечку и молитву свою выправлять, уже по-другому начал смотреть, и это в один прекрасный момент, это действительно прекрасный момент был, когда было затишье такое, ну, они расстреливали, а здесь начали расстреливать, вы знаете, я один в то время сидел, я просто спросил, Господи, а ты возьмешь меня, вот завтра меня может заберут, вот такую, какую сейчас я и есть, со всеми своими, один сидел, но я залез под одеяло, заплакал, и заплакал, потому что, я никогда не думал, что у меня слезы, а я заплакал, и друзья, я знаете, я вам что скажу, у меня только вырвались два слова, все, больше у меня слов не было, вы довадивайтесь, да, прости меня, Господи, и вот когда, знаете, я эти слова повторял, вот эта вся жизнь, о чем я где-то рассказывал, хорошо, красиво, где-то фантажировал даже, мне было, невыносимо стыдно за нее, о чем я молчал, оно ярко так всплывало все это, и тоже было, невыносимо стыдно, мне еще надо было, вот таким вот, малолеткой еще, в эту камеру посадить, тогда еще должен был, в смерти, потому что возмездие за грех, смерть, все, ну правда вылили все, друзья из-под одеяло, нравится, вот они песню поют, ангелы в небе, вот, расслабили, да, действительно в то время, ангелы радовались, но я до этого не знал, не знал, что ангелы в то время, могут радоваться бы мне, я не знал, что у меня, это и покаяние было, прошло некоторое время, знаете, чувствую, что со мной что-то изменилось, что не могу понять, ну было хорошо мне, один сижу, кормушки подползнут, дадут пайку хлеба, тут на юфе, поем песни, поедем, хорошо, читаю Евангелие, и вот вечером раз, ко мне одного бросают, сакан, ну, вот он зашел, когда увидел у меня Евангелие на коречке, и говорит, «А ты верующий, да?» Гриша, я говорю, «Ну верующий, читаешь?» Он говорит, «Ух, а я молился, чтобы меня к верующему посадили, вы же предпоследствует, камеру смертника, и он молился, чтобы к верующему посадить, вот такие вот бывают молитвы, я говорю, ну молитву, значит, и будет тебе, заходи, будем вместе сидеть, будем вместе читать, будем вместе молиться, мы, правда, вместе молились, два года, два года, еще с ним просидели, И вот еще где-то я сидел уже 4 года, нам разрешили переписку, а я знал, что у меня брат должен был освободиться. Я написал письмо ему, и вот знаете, когда я получил письмо, он мне пишет, говорит, Сашка, получил твое письмо, не поверил своим лызам, но я тебе объясню. Он делал запросы, когда он узнал об моем преступлении, делал запросы несколько раз, ему отвечали, приговор приведен в исполнение, потому что я был утвержден, приговор приведен в исполнение, расстрел, все. Он говорит, но я этому не верил, я это все время за тебя молился. Он молился за меня, рецидивист молился, понимаете. Я когда прочитал, что он молился, я говорю, не удивляйся, я говорю, я к Богу пришел сейчас, желаю, чтобы и ты пришел. А я ему в первом письме не писал. А мы с ним, оказывается, в одно время к Богу пришли, что он в тюрьме. Он тоже в коме там последний раз сидел, куда посещает, брат Вилли посещает. Еще вот прошло пять лет просидел, меня заменили расстрел на 12 лет. На 12 лет, когда вышел новый уголовный кодекс. И там еще такая деталь одна, такая интересная деталь, потому что она с продолжением была, эта деталь. Я когда бросил там курить, у меня сосед там через стенку, Константин, говорит, Заш, у тебя с головой в порядке? Я говорю, а что такое, Костя? Он говорит, а тебя, Заш, могут его убить, а ты курить бросаешь. Ну да, для мира это было, это действительно. Я говорю, Костя, для меня уже смешки-то нет. А сейчас мы когда в экспедиции были, мы на пожизненной, когда заехали, пятак такой есть, Огненный остров, Маловодской области. И он, оказывается, и там сидит, его заменили. И вот Сергей Михайлович, он пошел на втором этаже, на первом этаже. И он говорит, ты знаешь, Малдова, ну, сейчас он тебе в окошко. И он меня увидел, да, рукой машет, говорит, Саша, неужели это ты, который говорил, у тебя с крыши что-то не в порядке, курить. Я говорю, я, Костя. Он говорит, не может быть. Видите как, не может быть. Господа, все может быть. Его заменили, когда привезли меня на зону. Знаете, что там я узнал, что молитвенная комната есть. Сделали меня два брата, там было деревянную ногу такую. Я вот сегодня, брат, приехал к нам здесь от вас в Германии, Владимир, да. Вот тоже горит сердце, полное сердце, да. Оставил, поехал с нами здесь на служение. Я ему показывал фотографии, там деревянный на ней. А где я сейчас сфотографировался. Так. Братьями познакомился. Они похототайствовали за меня. Освободился я досрочно. 25 лет я, который без выхода просидел в последний срок. Так 33 года я в тюрьме просидел. Ну, вы сами понимаете, что такие срока, они, которые пришел украстью бить и богу бить, он и больше даст сидеть. Я сейчас встречался с теми, с которыми сидят по 40 лет и больше. С теми, с которыми раньше я сидел. Я говорю, представляете, я освобождаюсь на этой деревянной ноге. У меня и прописки еще нет. Приезжаю в Москву. И вот так брата нам били, Борис, там принял я крещение. И мне вот брат говорит, так, собирайся, сейчас в зону пойдешь. Я говорю, так я освободился только вот несколько дней. Вот, в зону пойдешь. У нас в Моржайске есть зона малолетняя и женская. Я говорю, господи, своя воля, значит, я туда пойду. И вот я пошел прямо на этой деревянной ноге, без прописки. И знаете что? Пустили и малолетнюю, и на женскую. И до сих пор пускают. Приехал еще и в Свердловскую область. Оттуда, откуда я освобождался, я думал, туда не пустят. Я говорю, господи, твоя, значит, я пойду уволю. И туда пустили. И вот сейчас проехали в экспедиции мы. Тут и вторая экспедиция закончилась. Мы были в Хабаровске в это время. Там посещали. Очень много колоний. И знаете что? Куда ни приедем, особенно вот женские колонии, малолетние, да, такие, кого очень там сильно... Потому что грех никого не жалеет. Я же говорю, ни красивых, ни молодых, ни старых. Я говорю, ну возьмите, или хоть ошибки наши. В наше время сажали за Ивангелем. И мы не знали даже о нем. Знаете, там один сказал, такой умный человек, истину можно узнать тремя путями. Путь размышления, это благородный путь. Путь подражания, но такой легкий. И путь тяжелого опыта. Когда сам этих ошибок. Или учитесь на чужих ошибках. А, вы думаете, у вас это не получится, особенно на малолетках, знаете. Ну, слава богу, сейчас на малолетней, в Можайской, там молитвенная комната открылась. Помогают люди. Ходят. А вот здесь вот по молитвам братья молились, чтобы и мы сюда приехали. Я же должен был в мае сюда приехать. Ну, чуть-чуть я там приболел. Поэтому Господь силен спасать на всех местах. И по молитвам, по вашим молитвам, по молитвам наших, вот он сказал, эти двери открываются. И если идти и говорить им, что они могут быть спасены, они верно принимают это. А знаете, когда я сам там находился и знаю, как я ждал. Ждал это, когда по радио скажут. Приехали братья, ивановские христиане, желающие в клуб собираться. Я прямо эти костыли хватал и бежал туда. Потому что они говорили, знаете, о кого? Не о себе. Так как и мы говорим не о себе. Мы говорим о том, кто это сделал. А сделал с нами? Это Господь. Иисус Христос. Слава Его. Аминь.